Приветствую вас на канале RedCat. Кто-то из вас посоветовал мне на стриме поиграть в обе, но на велосипеде. Я думаю, что за приколы обе, но на велосипеде. И да, ребята, действительно есть такое замечательное обе. Тут уже 5 миров открыли и сейчас мы находимся в первом из них. Кстати, хочу сказать, что я когда-то проходил обе, но на машине. И это, хочу вам сказать, было намного сложнее, чем на велосипеде. Потому что велосипед маленький, потому что ты на нем можешь прыгать, в отличие от машины, которая только едет вперед. И поэтому, мне кажется, это обе не будет сложным. Но, конечно же, это все зависит от того, насколько будут сложными препятствиями. Пока они, скажем так, не очень сложные. Ну и, ребята, перед тем, как мы поедем, хочу сделать небольшое сообщение. У меня появился телеграм-канал, который называется RedCatOfficial. Заходите, ссылка перед вами. Ну и, возможно, добавлю в описании. Пока не знаю, зачем он мне нужен, но вы очень просили. В любом случае, я думаю, что это полезно для того, чтобы не было каких-то фейковых, ненастоящих телеграм-каналов с моим именем. Поэтому только RedCatOfficial. Туда заходим и падаем вниз. Заходим, смотрим. Не знаю, чем я пока буду насыщать свой телеграм-канал. Соответственно, жду от вас каких-то прикольных идей. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, ребят, что-то идет не так. Кстати, вы заметили, каждый раз, когда я падаю, мне меняют велик, точнее его цвет. Я не знаю, как это работает. Почему-то они считают, что это, может, не фартовый цвет. Сейчас мы посмотрим. Вот, я нашел фартовый цвет. Это был синий, с которым я смог перепрыгнуть. Возможно, я доеду и дальше на нем. Отлично. И вы знаете, что еще примечательно в этой игре? Это то, что тут есть таймер. Слева вы видите 2 минуты 56 секунд. Я немножко, как вы догадались, ускорил видео, для того, чтобы оно было более динамичным и не таким скучным. Потому что довольно-таки долго ехать. Вы видите, что я только 25% проехал и хочу ехать-ехать. Так, а как тут перепрыгнуть? Эта штука сверху, она очень высокая. Я не могу ее перепрыгнуть. Да что ж такое? Почему? Что-то идет не так, я не понимаю, что. Вот, смотрите, у меня максимум прыжок. То есть, я не смогу ее перепрыгнуть. Подождите. Одну секунду. Может, ее не надо перепрыгивать? Хм. Как все было просто, ребят. Ее не нужно было перепрыгивать. Надо было просто проехать под ней. В целом, что я вам хочу сказать. Я уже проехал 27% и хочу заметить, что само обе пока не сложное. Но вот этот таймер, который у меня сбоку, он меня гонит вперед. Ну и сам велосипед. Я люблю на велосипеде быстро ехать. Соответственно, мне не нравится останавливаться. То есть, я заметил вот уже сколько я играю, что мне не нравится останавливаться, притормаживать. Мне хочется вот прям на скорости проходить все. Из-за этого, естественно, я падаю. Поэтому, ребят, каким-то образом надо научиться себя чуть-чуть останавливать. Потому что, когда ты чуть-чуть останавливаешься, ты, по сути, проходишь быстрее. Не теряешь время на постоянных падениях. Ну, кстати, ребята. Я заметил проход и без проблем по нему промчался. Видите, как важно изучить перед тем, как ехать трассу. Это сэкономит ваше время. Так, аккуратненько объезжаем. По-узенькому. Хорошо. Теперь прыгнуть, прыгнуть. Есть, долетел. Вот видите, ребята, вроде чуть-чуть притормозить. Но не хочется. Не хочется. Принципиально хочется проехать быстро, мгновенно. Ну и, конечно же, напоминаю, что идет таймер. Я хочу посмотреть, насколько быстро я с первого раза смогу проехать. Понятно, что если вы будете проходить второй раз, а тем более третий, то время будет все улучшаться и улучшаться. А это что такое? А это какая-то реклама, которая пока еще тут. Не появилась, я так понимаю. Так, а зачем делать вот это посередине, если можно было спокойненько объехать сторонки? Так, я боюсь. Вот это, когда я наклоняюсь, то я задену это дело. Так, типа лабиринт. Ну тут ничего сложного. Мы же можем объехать. Ой! Так, 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 так. Все. Чутненько. Чутненько-черютненько. 50% карты я проехал. Пока все неплохо. Я справляюсь, мне кажется, нормально. За 8 минут 50%. То есть где-то за 16 минут я, по идее, пройду полностью всю карту. Ну, плюс-минус. Возможно, в конце будут более сложные карты. И, соответственно, я потрачу больше времени. С другой стороны, я же буду ездить лучше, уже более уверенно. Поэтому, возможно, пройду все это еще быстрее. Посмотрим, ребят, как это все получится. Или не получится. В общем, будем пробовать. Так, потихонечку, ребят. Потихонечку. И все же можно быстро проехать. Потихонечку быстро проехать. Вот это я сказал. Так, все еще. Отличненько. Тут, ага. Я думал, что просто если ехать, не останавливаясь, то можно все это пропустить. Но не получилось. Так. Вот здесь, наверное, скорость совсем не нужна. Вот это тот случай, когда нужно как раз помедленнее ехать. Отлично. Супер. 60% карты позади. Едем-едем. Вот тут вот так вот по центру. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Ай, хотел он на гору заехать, не получилось. Так, отлично. Подскакали туда. Ой-ой-ой. Вот так, вот так. Наискосок так удобнее, да, проходить. Отлично. Чуть не дотронулся. Да, е-мое. Тут скорости, наоборот, не хватило. Нет. Да что ж такое. Да, ну почему? Ну как я попадаю именно в эти щели? Кто? Так, ребят, напишите ваши рекорды. Я надеюсь, что вы засекли время, с которого в первый раз прошли. Я понимаю, что не нужно спешить. Я это пройду быстрее. Но, ребят, не получается. Вот как только на велик сажу, сразу вот скорость хочется. Уже просто газую и вперед. Не получается ехать медленно. Что ж за напасть такая? Так, а вот это вот тут вот, наверное, все-таки придется. Сейчас я попробую. Не, тут надо ехать медленно. Поэтому будем аккуратненько. Так, это убрать. Двенадцать минут уже еду. Двенадцать минуточек. Все, готово. Это было самое сложное испытание, потому что там надо было ехать медленно. Вот это я вообще не понимаю. Такие широкие штуки. Куча места по бокам. Они что, правда считают, что это сложно? Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Это было прям хорошо. А вот это уже не очень. Так, ребята, ну с первой попытки я почти прошел на большой скорости. Чуть-чуть буквально не хватило. Так, здесь очень осторожно, потому что будет больно. Так, все. Ой-ой-ой-ой. А тут? А тут, е-мое. Тоже придется потихонечку идти. Кстати, а между ними? Прикол, да? Яйкс! Вот это был полет. Вот это был полет. Вот это было хорошо. Больнули меня по полной. Так, ладно. Давайте чуть-чуть аккуратней. И получится чуть-чуть быстрее, чем я буду рисковать и переигрывать. Не, это долго, ребят. Я хочу по краешку, там быстрее. Сказал я, я бы уже доехал, если честно. Ну ладно. Ой-ой-ой. А вот это уже, наверное... Слушайте, а если по краешке... По краешкам... Давайте попробую по краешкам прыгать. Оп-оп-оп. И-ой-ой-ой-ой. Немножко не хватило. Ай, не долетел. Ну вы поняли, да, ребят? Чем больше я стараюсь ехать быстро, тем чаще я переигрываю. Поэтому едьте медленней, и вы будете, получается, продвигаться быстрее. Между-между. Это было легко. 88% уже почти 90-89. И до 90% пути пройдено. Всего лишь 10% и я уже пройду. Ладно. Вот так, слушайте, а мне нужно было вообще посередине ехать. И мне кажется, ничего мне не попало бы даже. Хорошая мысля, как говорится, приходит опосля. Так, ну что ж, еще чуть-чуть, еще немножечко. Есть. Так, теперь по краешку. Ну почти получилось. Так, по краешку. Вот это хорошо я проехал. Замечательно. Я уже чувствую финишную прямую. И вот она. Ей! Недолет. Так, давайте еще раз. Ей! Да, получилось. Супер, ребят, я получил бэдж. Я прошел эту игру, и она мне реально понравилась. Если, ребят, вы хотите, чтобы я прошел второй уровень, тоже напишите об этом в комментарии. Ну и, конечно же, напишите, за сколько вы прошли первую карту. Я надеюсь, что у вас будет время получше, чем у меня было. Тут еще есть колесо фортуны. Можно, видите, скипнуть стейдж даже и так далее. Но тут пока, по крайней мере, были очень легкие стейджи. Так что, ребята, давайте наберем много лайков, чтобы я продолжил свои приключения. Спасибо, что смотрели. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok